В эфире телеканал РБК новости Башкортостана. Мы вещаем из отеля Краун-Плаза Уфа. В студии Максим Окунев. Здравствуйте. В России создадут третий вид индивидуальных инвестиционных счетов сроком от 10 лет. Об этом в эфире телеканал РБК рассказал руководитель направления экономического отдела Нацбанка по республике Ленар Габдулин. Напомню, что механизм инвестирования в виде индивидуальных инвестиционных счетов существует с 2015 года. На сегодняшний день есть два вида счетов со сроком действия от трех лет. В первом случае гражданин может вернуть 13% налогового вычета с суммы не превышающих 400 тысяч рублей. Во втором инвестор не облагается налогом на доходы от пользования счетом. Новый вид индивидуального инвестиционного счета дает возможность, например, приобрести жилье или повысить свой доход после выхода на пенсию. Идея в том, чтобы стимулировать именно не просто вложения в российскую экономику, а именно стимулировать долгосрочные вложения. То есть этот счет рассчитан на вложение сроком от 10 лет, при этом сумма на счете ограничиваться не будет. То есть он позволит развивать долгосрочные как раз розничные инвестиции. И его, в чем его как бы прелесть, что его можно открыть будет одновременно с ИИСом или первого или второго типом. При этом специалисты подчеркивают, что новый тип счетов предполагает налоговые вычеты. Сейчас предложение рассматривается на экспертном уровне. Нацбанки призывают принять участие в такой дискуссии и высказывать свои предложения. Минтруд разработал онлайн-калькулятор, который позволяет рассчитывать гражданам размер ежемесячной денежной компенсации. На ЕДК могут рассчитывать ветераны войны, труда, люди с ограниченными возможностями здоровья, малоимущие граждане. Об этом сообщает в пресс-службе ведомства. Напомню, с 1 июля этого года размер ЕДК рассчитывается исходя из фактически начисленных сумм платы за жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, размер выплат в различных случаях может быть увеличен либо уменьшен. Во многом это зависит от вида и площади жилого помещения числа прописанных граждан, а также от того, к какой льготной категории относится получатель. При этом выплата будет начисляться только в том случае, если у гражданина нет долгов по коммуналке. Узнать точную сумму ЕДК можно по телефону Горячей линии, либо на сайте Центра социальной поддержки населения. В связи с тем, что ежедневно поступает большое количество обращений о размерах и расчете ежемесячной денежной компенсации. Организована горячая линия, где каждый житель может позвонить и получить на интересующие его вопросы ответы. Специалисты работают ежедневно. Позвонить можно по номеру 8 800 201 8903. Также на сайте Центра социальной поддержки населения есть онлайн-калькулятор, где каждый житель республики может зайти и рассчитать размер ежемесячной денежной компенсации самостоятельно. В Министерстве семьи, труда и соцзащиты отмечают, что по итогам 2019 года ЕДК получили почти 600 тысяч жителей республики на общую сумму более 6 миллиардов рублей. В Башкортостане реконструируют Раевский сахарный завод и увеличат объем переработки свеклы до 5,5 тысяч тонн в сутки. Проект на инвестиционном часе представил генеральный директор компании Старнафта Мансур Латыпов. Предполагается, что инвестор вложит в реконструкцию оснащение производства без малого 950 миллионов рублей. На предприятии обновят оборудование, построят новое жомо-сушильное отделение для выпуска экспортоориентированной продукции. Первые контракты на поставку оборудования заключат до конца 2020 года. Наша стратегия на ближайшие два года – это увеличение мощности переработки в суточное увеличение мощности с целью увеличения объема приемки свеклы и улучшения экономических показателей себестоимости. И второе направление – это отдельная экспортная составляющая – это увеличение мощности производства гранулированного жома. Он экспортируется в Прибалтику процентов 90 всего объема. В итоге участники совещания приняли решение включить проект в список приоритетных. Таким образом, инвесторы получают льготы по налогу на имущество и компенсацию части процентной ставки по кредиту. В России в 2021 году увеличат размер материнского капитала. Предстоящей индексации сообщила замминистра труда и социальной защиты населения России Ольга Баталина. По ее словам, в дальнейшем планируется увеличение мат-капитала ежегодно минимум на размер инфляции. В России в последние три года она в среднем составляет 4%. К слову, в Башкортостане с начала действия этого механизма выплаты получили уже более 343 тысяч жителей региона. Напомним, что семьи, у которых появился первый ребенок с 1 января 2020-го, имеют право на материнский капитал в размере 466 тысяч рублей. За второго ребенка родители могут получить 616 тысяч. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК.